Добрый день, друзья! С вами сегодня я, Елена Александровна Жадан, учитель истории. И поговорим мы с вами сегодня о социальной структуре общества. Какие же вопросы мы сегодня с вами будем рассматривать? Это понятие социальной структуры, это многообразие социальных групп, это социальная мобильность и социальные конфликты. И, конечно, мы поговорим о том, что и как может пригодиться нам с вами в жизни. Для урока нам с вами необходима ручка, тетрадь, и я попрошу вас взять еще линейку. Она нам с вами тоже будет очень нужна, потому что все нужно делать красиво и аккуратно. Итак, мы с вами приступаем. Что же собой называет социальную структуру общества? Все общество поделено на определенные группы. Их еще называют общностями. И эти общности вступают в различные взаимодействия. Их могут быть очень много. Эти связи разнообразны, различны. И если мы говорим с вами о социальной группе, то мы можем с вами сказать о том, что это общность людей, для которой характерны устойчивые связи, схожие интересы, определенные правила поведения и взаимоотношения между ними. Вы хорошо это знаете. А вот какие же бывают социальные группы? У нас с вами на слайде представлено, что социальные группы бывают малыми, средними и большими. Это самый простой способ. Попробуйте определить, какой критерий является главным для того, чтобы объединить эти три вида социальных групп. Вы абсолютно молодцы, ребята. Это, конечно, количественный показатель, который мы с вами сегодня сейчас и рассмотрим дальше. Я сказала, что у нас в руках ручка, линейка, карандаш и тетрадь. Я попрошу вас записать вот эту таблицу, оформить ее. Называем ее классификация социальных групп. Первая колонка называется критерий, вторая носит название, третья особенности и четвертая примеры. Вы помните, что первым у нас с вами была малая социальная группа, и мы ее сейчас охарактеризуем. Она у нас с вами насчитывает до 30 человек. Вы можете посмотреть, что в некоторых источниках количество значительно меньше, но кроме количественных показателей мы должны с вами учитывать и другие. Это тесные межличностные отношения, которые возникают между людьми. Это длительный срок общения. Это информированность каждого человека друг о друге. И, конечно, эмоциональная поддержка, которая присутствует в малой социальной группе. И классическими примерами ее выступает любая семья, класс, которым вы обучаетесь, или ваши соседи, с которыми вы проживаете рядом. Средняя социальная группа представлена уже количественным показателем, который может достигать несколько сот человек. Это упорядоченное целеполагание, частичный характер, который носит межличностные отношения и личное уже знакомство не со всеми учащимися или не со всеми членами этой группы. Ребят, я напоминаю о том, что все, что мы с вами сегодня говорим, обязательно прописывайте у себя в тетрадочке, чтобы у нас все колоночки были заполнены. А какие же примеры? А примеры это, как правило, работники заводов, предприятий. Это школа с ее большим количеством людей, которая иногда насчитывает до полутора тысяч человек. Или университет, в котором обучаются еще больше. До несколько тысяч человек сегодня известны и такие университеты в нашей стране. Если мы характеризуем большую социальную группу, то здесь численные показатели достигают максимального размера. То есть все жители планеты, они могут входить в эту большую социальную группу. Наличие общих целей, безусловно, тоже представляет главную задачу. Но при этом мы говорим с вами о том, что отношения между людьми носят вот именно такой опосредованный характер. То есть мы, конечно, не знакомы друг с другом, но нас объединяет то, что необходимо сохранить нашу планету красивой, чистой, ухоженной. И поэтому здесь кто может нам с вами помочь? Большие социальные группы, общественные классы, может быть, представители каких-то национальностей или религиозных конфессий. А вот еще одна социальная группа. Ее типаж представлен первичными и вторичными группами. Скажите, пожалуйста, а какой критерий здесь мы можем с вами увидеть? Правильно, вы абсолютно верно говорите. Это характер взаимодействия между людьми, который возникает. И мы продолжаем с вами оформлять нашу таблицу. Для первичной социальной группы характерна высокая эмоциональная сторона. Межлично-очестные отношения настолько связывают этих людей, что мы не можем от них отказаться. И, как правило, все люди здесь друг дружку поддерживают. Это опять прежде всего кто? Наша семья, наши друзья, наши соседи. А вот вторичная социальная группа, чем же характеризуется она? И какие примеры здесь мы можем с вами увидеть? Это прежде всего крупные производственные коллективы или организации или, возможно, политические партии, которые представлены социальными группами. Они характеризуются у нас с вами формальным типом общения, деловым характером или мы говорим о том, что они очень носят у нас с вами общие цели, которые не имеют эмоциональной окраски. Продолжаем работать. У нас с вами новый тип социальных групп. Это формальные и неформальные группы. И мы с вами видим, что же объединяет. Какой же критерий выступает здесь в данном случае? Это способ организации и регулирования взаимодействия. А как же мы сможем с вами оформить эти типы социальных групп в нашей с вами таблице? Формальные социальные группы характеризуются уставным порядком, достижением поставленной цели. И мы говорим о том, что здесь существует строгая иерархия отношений. И это у нас представлено на любых предприятиях, организациях и учреждениях. Характеризуя неформальную, самую любимую, наверное, группу для каждого из нас, мы говорим, это прежде всего, конечно, моя любимая дружеская компания. Это мои фанатные клубы, в которые я хочу вступить. Или какой-то театральный кружок, где я хочу выразить самого себя. И здесь у нас с вами высокая эмоциональная окраска. Вот здесь у нас с вами тесные межличностные отношения, и мы собираемся не потому, что нас заставили, а потому что мне там интересно. Что же мы можем говорить о еще одном интересном социальной группе? Это реальные и номинальные социальные группы, на которые тоже наше общество с вами поделено. И представляет, объединяет эту социальную группу у нас с вами социальная значимость. Насколько нужны эти социальные группы в нашем с вами обществе? Характеризуя их, мы можем говорить о том, что реальные представлены демографическими, конфессиональными, этническими признаками или по уровню дохода. Мы можем говорить о том, что общество поделено на мужчин и женщин. Это может быть хрустианин или мусульманин. Это может быть русский или татарин. Кто-то может быть богатым или бедным человеком. А вот номинальные группы, наверное, сегодня они тоже представляют для нас особый интерес, потому что очень важны для различных социологических исследований или статистического учета. Ну, например, мы каждый день сегодня слышим по телевидению о том, что сколько человек заболели коронавирусом. Государству нужно поставить и решить задачу для того, чтобы предотвратить распространение этой чумы с сегодняшнего дня для нашего с вами общества. И поэтому мы говорим с вами, нужен этот учет? Да, нужен. Поэтому мы подсчитываем распространители инфекции. Примеров может быть значительно больше. А вот теперь давайте с вами сыграем. У нас с вами на картиночке вот такие три человечка. Попробуйте объяснить и назвать, какой вид социальной группы характеризует данный рисунок. Молодцы! Конечно! Я думаю, что это семья. Соглашаетесь со мной? Да, это малая социальная группа, всего три человечка. И мы видим, что друг другу они улыбаются, поддерживают. Это близкие друг другу люди. А вот еще, ребята, у нас с вами одна картинка. Что она собой представляет? Какие виды социальной группы спрятаны здесь? Нам с вами тоже нужно их описать. Правильно! У нас с вами получается, это средняя социальная группа, это завод, на котором вполне возможно работают ваши родители. Это вторичная группа, потому что у нас с вами четко вычерчивается профессиональная производственная деятельность этого комбината. Мы говорим о том, что здесь она строго структурирована и носит формальный характер. Есть начальники, есть подчиненные. И это реальные люди, потому что здесь работают инженеры, слесари, лаборанты. Здесь вполне работают, можно сказать, и мужчины, и женщины. То есть все, что мы с вами назвали, абсолютно верно. И все это говорит о том и приводит наше общество к тому, что оно делится. А вот эта разница, разделение и получила название дифференциации. Дифференциация. Почему мы ее с вами делим? Что же является причиной этой социальной дифференциации, этого неравенства между людьми? Говорят о том, что первым признаком это естественная дифференциация. Люди от рождения появляются, мужчины и женщины. Кто-то родился здоровым, а кто-то больным, кто-то умным, а кто-то стал еще умнее. Кто-то родился по цвету кожи белым, кто-то черным, а кто-то желтым. Но это не столь сегодня важно, потому что второй причиной, более сложной, является именно социальная дифференциация. И она связана у нас с вами с родом занятий, престижем, доходом людей, властью, которой они обладают, или собственностью, которая находится в их подчинении. И эта у нас с вами структура и складывается в большую иерархическую систему, которая складывается из разных слоев. А эти слои и получили название страта. То есть это элемент социальной структуры, которая объединяется неким общественным признаком. И эти общественные признаки у нас с вами представлены как низший, средний и высший класс. Кто же и как влияет на общество? Низший класс, исходя из своей неквалифицированности, сегодня не так активно может оказывать влияние на общество. А вот средний класс, представители интеллигенции, они у нас с вами формируют наше общественное мнение. И уж, конечно, руководят нами с вами богатые и влиятельные люди. Мы говорим это социальная элита, политическая или экономическая элита нашего общества. Раз мы с вами разделились, то это всегда связано с конфликтами. И вопросы мы с вами задаем всевозможные. Кто-то требует повышения заработной платы, кто-то требует закрытия металлургического комбината, кто-то требует сокращения издержек производства. Как решить эти конфликты? Пути всегда два. Один мирный, который использовал Иоанн Безземельный, подписав Великую Хартию Вольности в 1215 году Великобритании. А вот еще интересный пример, который Василий Васильевич Верещагин полтора столетия назад нам нарисовал эту картину, написал эту картину «Апофеоз войны». И удивительные слова он посвящает ей. Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Это наша с вами мечта. Чтобы не было войн, чтобы они все закончились. А раз возникают такие проблемы, но этот человек ищет пути для того, чтобы их избежать. Это и есть передвижение в обществе, которое получило название социальной мобильности. Перемещение отдельных групп или какой-то определенной группы, изменяя свой социальный статус или положение. Социальная мобильность может быть представлена как горизонтально, так и вертикально. Если ученик 8-го А перешел в 8-й Б, то, собственно, по большому счету ничего не изменилось. А вот если предприниматель сумел создать свою фирму, он поднялся по служебной лестнице, он стал авторитетным человеком, но вдруг экономический кризис, и он у нас с вами разоряется, и он вновь опускается по ступеньке вниз. Что же делать? Как быть? Что предпринять для того, чтобы это все закончилось? И вот мы сегодня говорим о том, что же мы узнали? Безусловно, мы говорили с вами о том, что социальная структура общества – это совокупность общности людей, связей, возникающих между ними. Мы с вами узнали, что такое социальная группа – это общность людей с устойчивыми связями, схожими интересами, определенными правилами поведения и взаимоотношения между ними. Мы с вами узнали, и что такое социальная дифференциация – это разделение общества на неравные по своему положению общности. Мы с вами сказали о том, что различие в положении социальных групп порождает социальные конфликты. А социальная мобильность – это перемещение групп и отдельных людей в социальной структуре, изменяя их социальный статус. И последнее, что очень важно для нас с вами, ребята, для современного общества, того, которым мы с вами сегодня живем, характерна высокая мобильность, ее высокая степень передвижения. Спасибо. С вами была я, Елена Александровна Жадан. До новых встреч!